Реанимация Ивантеевского здравоохранения – задача выполнимая, но не простая. Рабочая группа во главе с Еленой Ковалёвой в ручном режиме разруливают вопросы и ищут пути решения проблем, которые копились годами в городском здравоохранении. Встреча проходит с участием депутата Московской областной думы Сергея Кирселяна, всех замов, финансистов. В таком состоянии, в котором сегодня находится городская больница, конечно, это не дело. И то, что, Елена Ивановна, вы регулярно уже четвёртый раз проводите в этой совещании, это залог того, что день за днём ситуация будет исправляться. Главный врач ЦГБ Ивантеевки Сергей Багин докладывает о ходе ремонтных работ в хирургическом корпусе. Идёт замена окон, лифтов, коммуникаций, продолжаются отделочные работы. На объекте задействованы 46 человек. Текущая проблема, которая всполошила мам детей до трёх лет – выдача детского питания началась только 23 января. Задержка сроков, объясняют главе, вызвана действиями поставщика, который пытался поставить продукцию, не соответствующую требованиям муниципального заказчика. Ну какая сейчас ситуация? Выдаём сейчас питание в рабочем режиме? Ну начинаем давать. У нас получается половина декабря не выдавалось питание. Ну судя по тому, что происходит, по документам мы это видим. И уже весь январь мы не выдаём питание. Была проведена встреча с поставщиком. Постоянно поставщик пытается нам какие-то аналоги без согласования. Компания ООШБС, город Ивантеевка. Сегодня выдача питания идёт по графику. За декабрь будет производиться в первых числах февраля. О финансовых победах. Налоговую задолженность прошлых лет во многом благодаря выверке многолетних платежей удалось сократить почти на 100 миллионов рублей. Сегодня она составляет 35 миллионов рублей. К новым искам, поданным на Ивантеевскую ЦГБ в арбитражный суд, подготовлены отзывы. Сформированы приоритетные закупки на бюджет этого года. Жюристы работают эффективно, как вы поняли. Налоговая задолженность почти свелась к нулю, потому что понятно, что 35 миллионов и 130 миллионов – это совершенно разные вещи. Но исходя из вот этих вот шагов, это и есть та самая ежедневная работа, которую совместно с Сергеем Андреевичем мы берём на контроль. Под пристальным вниманием и выплата компенсации расходов на оплату аренды жилья врачам и среднему медперсоналу. Уже 20 специалистов городской больницы подали заявление на компенсацию. Первые выплаты должны начаться в феврале.